Когда-нибудь в ночь Каждый вздох мне подскажет, что я люблю Вся жизнь, весь мир замрут мгновенье одно Чтоб слышать новое не сердце моего Так манит юностью сендой дурман Весны есть только я, есть только ты Ты что здесь делаешь? Следишь за мной? Я тут молочка принес Там у вашего дома скорая Что это за манера звонить, когда есть ключи? Доброе утро, Вишня Привет, Кизил Что это за манера звонить, когда есть ключи? А что за манера не открывать, когда звонят? Я занята А куда столько вещей? На год уезжаешь? Да, я думаю, что после совместного отдыха Переберусь к нему насовсем Тем более он уже два раза предлагал Не боишься, что после совместного третий раз не предложат? А? Знаешь что, вот сделай себе кофе Могла бы поухаживать за братом Женись, пусть жена с тобой ухаживает Женись, все тут с вами Вашей маме необходима операция Но в нашей районной очередь на полтора года вперед Я говорил вам, есть вариант с платной клиникой В противном случае Печальный исход вопрос времени И этого времени у вас почти не осталось Операция Все так серьезно? Сердце Это всегда серьезно Может, вы пока посоветуете что-нибудь? Ей нужна операция Других советов нет Иначе она умрет Ну и, конечно, платная А что у нас сегодня бесплатно? Да Вот, спасибо, доктор Оставьте Деньги вам еще пригодятся А сколько может стоить операция? Триста, четыреста тысяч В зависимости от сложности и материалов Я найду деньги У нас есть время? Я бы на вашем месте не затягивал Чем скорее, тем больше шансов на выздоровление Опаздываем, Петя Всего доброго До свидания Я надеюсь, ты помнишь, что ты везешь меня в аэропорт Да что ты А как благоветный твой? Он на работе Совещание сразу в аэропорт Понятно А ты у трапа как верная Кто? Ну, верная Кто? Кто? Часто Да ладно Знаешь, Егор Есть такие мужчины С большой буквы М Которых стоит подождать Ты к ним не относишься Слава Богу, что я неред С большой буквы М Сейчас как... Матурчик не нужен? Юноша с банкой молока Не смешно Молока хочешь? Я хочу, чтобы мне не мешали работать Синя, иди куда шел Ладно, ладно Если обидел кто-то, ты скажи Морду бить умеем Скажи, тебе заняться нечем? Иди девушку найди себе лучше Да я уже нашел Мусик, ну ты как? Вот тебе подарок очередной доделываю Какая красота Нельзя Еще не высохла Лучше б ты отдохнула Да от чего отдыхать? Ты от себя, что ли? Для меня это занятие Лучший отдых Все черные мысли улетучиваются Мам, ну какие черные мысли? Все будет хорошо Я обещаю Да Ты Сеньку-то видела? С таким мрачным лицом шел Ты что ли его обидела? Нашла о ком говорить, мам Да парнишка влюблен в тебя Далеко ли? Гнессе в салон Она позвонила Сказала, что продала две картины Надо что-то новенькое ей привезти Нам же теперь деньги нужно собирать На операцию Я очень тебя прошу Не ругай Сеньку Ты посмотри, как он на тебя смотрит Вот так, между прочим Твой отец смотрел на меня Мам Ну ты меня уже за первого встречного готова выдать Между прочим, встречный Первый встречный Часто оказывается судьбой Мусь Я пойду Иди Часто оказывается судьбой Можно побыстрее как-то, а? Нет Ну, слушай, ты же мент А у тебя есть какая-нибудь там сигналка Мигалка Ну, что у тебя там еще есть? Поставь У меня есть пистолет Вот, вот из пистолета Я тебя сейчас и пристрелю Если порушатся моя личная жизнь У меня жизни вообще нет Держись Что творишь-то? Спасай твою личную жизнь Ай-яй-яй-яй-яй Девушка, посмотрите на меня Все нормально, голова не кружится Подвигайте, руками, ногами Как? Нормально все? Может врача вызвать? Посмотрите на меня Да, картины соберем мы, ваши картины Посмотрите на меня Ничего не болит? А? Ну, что вы столпились? Что вы уставились? Может, она сама под колеса бросилась? Может, ей жить надоело? Ты что, у нее еще прощение просишь, что ли? Ксюша, угомонись, подожди. Может, больницу отвезти? Дурку ей надо. Там ей помогут. Поехали, мы опаздываем. Помолчи, пожалуйста. Давайте я вас отвезу. Так, я тебя спрашиваю, ты едешь или нет? Успеем мы все. Вечно у тебя все через задницу. Ксюша! Отвали! А что случилось? Ничего не случилось. До аэропорта довезете? Поехали. Все, господа, спасибо всем за внимание. Давайте. Да, все хорошо, я из полиции. Как же я мог быть таким невнимателем? Давайте все-таки врачам вызову. Не надо. Вы же не специально меня сбили. Она права. Я сама от неожиданности. Я пойду? Да, пойду. Я довезу. Через аэропорт? Шутите. Значит, все в порядке. Ничего, ничего. Я сама заберу. О, вы художница? Да. Красивые работы. Почти не испачкались. Вас как зовут? Анна. Я Егор. А? Вам куда? В художественной салон. Это все ваша работа? Да. Ну, тогда не откажите в удовольствие. Ни разу художница в свою жизнь не привозит. Все чаще различных жуликов до бандитов в участок заставлять приходится. Разрешит представитель капитан Куриков. Машина у вас же обычная, а не полицейская. Ну, это для конспирации. Что, правда, полицейский? Ну, надо же. А можно я вам подарю свою картину на память о сегодняшнем приключении? Да вы что, обалдели? Дача взятки должностному лицу карается законом. Я от чистого сердца. Да я пошутил, простите. Ну, у нас у ментов у всех такие шутки дурацкие. Хотите выбрать? А я уже выбрал. Да? Какую? Домик у реки. Самое лучшее. Жалко? Ну что, мне очень приятно. Спасибо большое. Ну что, теперь можно ехать, да? Спасибо. Здесь остановите, пожалуйста. Здесь? Да, вот. Если вдруг понадобится оперативная помощь, моя визитка. Позвоните. Спасибо. Спасибо, что не убили первую встречную. Ну, первую встречную бывает навечно. Рудик. Что? Филонов просто интеллигентный человек. Хоть и не еврей. Какая разница? Главное, что он всегда платит. Здравствуйте. Здравствуйте. Анечка. Вот, наконец-то к вам добралась. Я вижу, ты не с пустыми руками. Да, вы посмотрите пока, а я руки помою. А что случилось? Да. Упал. Просто. Я сейчас. Рудик. Да. Что скажешь? Наверное, куплю себе и повешу на кухню. Вот ты сейчас ерничаешь. А я тебе говорю, Анечка талантливый человек. Угу. И себя недооценивает. Я все помню, Яночка, я все помню. Умница, красавица, но все время с мамой. А ей уже тридцать. Станислав Арказьевич. Здравствуйте, Анечка. Безумно. Рады вас видеть. Взаимно. Присаживайтесь. Решили пополнить коллекцию? Да. А у меня есть что вам показать. Ну, удивите меня, удивись. Станислав Арказьевич. Здрасте. Взгляните. Хорошо. Хорошо. А здесь находится автор. Анечка, познакомьтесь. Станислав Арказьевич Филонов. Известный коллекционер и поклонник твоего таланта. Ну, пейзажи просто соответствуют красоте их автора. А есть еще Анечкины ромашки, но багетти. Парагетти. Замечательно. Замечательно. Вот это, да. Станиславу Аркадьевичу. Можно верить. У него в коллекции два Петрова Воткина. По наследству достались. Купил он из Орбер. Ну, все, господа. Давайте пить чай. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну иди сюда, иди сюда Что легкий ты такой? Улетишь еще, нет? Да не, не улетел Ну-ка, бицепс покажи Так, зарядкой надо заниматься А можно вы в машине посидеть? Давай А я на пассажирском Давай Помни развесить картины в моей домашней галерее Тем более, что там есть и ваша работа тоже Хорошо, я с удовольствием Замечательно Так, может быть, я заеду за вами сюда в семь часов Договорились Для меня это приятная работа Ну что ж, позвольте с вами попрощаться Мне надо бежать Станислав Аркадьевич, ничего себе не присмотрели Присмотрел Вот это я забираю Всего доброго До свидания До свидания Ну, что скажешь, дорогая? Я про мужчин А, симпатичный Просто красавица Мне сегодня один уже понравился Правда, он женат А жена, стерва, та еще на юго улетела А вот этот мужчина с опытом Два развода Теперь холост Дорогая моя Вот твой гонорар за предыдущие две картины, которые проданы Спасибо, Инесса Спасибо большое Ольге Ивановне поклоны Я пойду тогда к маме, ладно? До свидания, голубая моя Спасибо, до свидания Рудик, Рудик Ты как всегда в своем репертуаре Слушай, Егорка, давай-ка разворачивай назад Зачем? Да я вспомнил, мне нужно с директором твоим поговорить Ладно, разворачиваешь Приехали Молодец, пули долетели Ты долг тебя подождать? Не знаю, как разговор сложится Бегите, играйте Ладно Пошли, волейбол Привет, дядя Егор Здрасте Спасибо Здравствуйте Здрасте Николай Ильич О, Егорушка Проходи Рад Рад, что Не забываешь в нас Садись Спасибо Как Ксения? О, Ксения хорошо На море уехала С близким другом Замуж собралась Тебя обогнала А как ты? Жениц Собрался? Пока нет Пора Пора Несчастный мальчишка Отца нет Мать спилась Кто я тебе рассказывал Ты сам все знаешь Ну, она сам здесь была Не сравнивай Твои родители погибли Это страшное горе Но они Тебя с Ксюжей любили Познали любовь отца и матери И не искали других родителей А у Егорки Егорки нужна забота и любовь Их у него никогда не было Когда есть за кого держаться, легче Вот и женись Да какая семья с моей работой, Николай Ильич? Крепко У каждого мужчины должен быть тыл Вне зависимости от работы А ты и себя мучаешь И Егорку Знаю А ты зачем К себе привязываешь? Женись! Усыновленный мальчишка А то ни два, ни полтора Да Но все равно все выходные, он мой Без проблем Ты у нас свой Привет! Привет! Что у нас нового? Давненько я не видела своего начальника Таким довольным Что такое? Ты бесцветишься Правда? Правда Как будто бы у тебя совершена сделка на миллион долларов Странно Странно Не угадала? Не угадала Не угадала А что ж тогда? А что? Наверное, приобрел что-нибудь ценное Да? Неа Что ж такое? Что ж такое? Мой выигрыш больше Я очень рада за вас Как дела дома? Муж дома Ты тоже самое, да? Прожигатель жизни Гони ты своего благоверного Куда подальше Все равно толку от него никакого не будет Вот как только сделаешь мне предложение Так не сомневайся сразу Я не вижу поводу для радости Ну А я не вижу причин для грусти А причина вон там Там двое Давно тебя дожидаются По виду бандиты Один так точно Зови Привет, дядя Егор Покатаешь? Нет Ну хотя бы до бассейна довези У нас там занятия А через двор я тебе боюсь Мальчишки местные пристают Егор, иди сюда Скромнее, не пробовал одеваться? А что, реакция пошла? Да, профессиональная Наказать и посадить Чем обязан, господа? Мне кажется, я довольно четко дал понять Что все дела между нами Закончены Михаил Николаевич просил напомнить вам Что у вас есть кое-что Что он хотел бы сохранить у себя Вы понимаете, о чем я? Передайте Михаилу Николаевичу Что-то кое-что останется у меня Чтобы он и впредь относился ко мне С должным уважением И симпатичем Зря вы так, Станислав Аркадьевич На вашем месте Я бы крепко подумал Прежде чем давать окончательный ответ Я бы вам рекомендовал Оставаться на своем месте Дверь там Не отдышать, цы Будешь не улыбкой светить А дерьмо из унитаза хлебай Зато же понял? Мне охрану вызовет Или вы сами уведете? Это и вас касается Значит, смелый, да? Хорошо Увидим Боже мой Какие идиоты Ну, вижу, поездка удалась Мисс Марпл, как вы замечательно все угадали Вот Мам, мои картины еще никогда так хорошо не продавались По-моему, тут что-то не только в деньгах Ай, только в деньгах, только в деньгах, мам А ну-ка, посмотри на меня Так-так, мисс Марпл И что же вы прочитали в моих глазах? Да я прочла, что там появился мужчина И не один Перепугалась А ну-ка, давай рассказывай Мам, мне никто кроме тебя не нужен Ты думаешь, это меня радует? Как бы ты появилась, если бы мне никто, кроме мамы, не был нужен Так что хватит держаться за мою юбку Иначе я действительно уйду из дома Останешься одна Сразу выйдешь замуж Я тебя одну не оставлю Помогу вам Сюда У художников, наверное, есть свои секреты, как развешивать картины Интересно, вот в чем все-таки тайна этого искусства, мне интересно знать Главное, чтобы картины нравились их хозяевам Ну и чтобы они вызывали желание чаще на них смотреть Вы хотите знать, какое желание вызывают во мне ваши картины? Любопытно Как можно чаще смотреть на художника, который их написал Ну, кроме не надо Не знаю, можно ли это расценивать как комплимент, как художнику очевидный минус Давайте мы лучше вернемся к вашей коллекции Давайте Вот вы спрашивали, есть ли какие-то хитрости Они есть Так Главное, чтобы картина не доминировала в помещении Да и не терялась в нем Извините Что? Что-то смешное сказали? Нет, ничего смешного, я просто подумал, что это было, вы знаете, так же идеальным качеством для жены Ну, видимо, в семейной жизни те же законы Главное, достичь гармонии Да А вот как ее достичь? Ну, я бы не стала заполнять все пространство Все-таки это дом, а не музей Главное, должны отдыхать Простите меня, но Если женщина мне нравится, я не могу делать вид, что я равнодушен Спасибо Ну, раз вы так оголили галерею Несса, мне срочно надо ехать домой, чтобы работать А вы позвольте себя мне отвезти С удовольствием? Буду счастлив Хорошо тут у вас А вы тут постоянно живете? Да, нам с мамой очень нравится Ой, спасибо А остальным? А остальных нет, мы вдвоем здесь живем А ваша мама такая же милая, как вы Даже не знаю, что вам ответить Могу познакомить А можно? Я могу вас пригласить, чай попьем Знаете, я бы мечтал об этом Просто я как-то стеснялся спросить Пожалуйста, проходите, конечно Спасибо Мама Мамуль, нам понадобится третья чашка Я не одна Познакомься, это Станислав Аркадьевич Здравствуйте Ольга Ивановна Очень приятнее Моя мама Какой душистый С травами И смородиновым листом Когда ж такой пил Последний раз Разве что только в детстве Да, в детстве все вкусней Знаете, а я вообще-то интересуюсь живописью Иногда захожу В галерею Где выставляется Аннушка Сначала увидел ее работы А потом вот Обратил внимание На автора Ну и что скажете Мам Что такого Я имею в виду Твои картины Знаете что Хорошо тут у вас Но мне пора Я ведь не собирался заходить Надолго Просто хотелось познакомиться с вами Если честно Спасибо вам За дочь Она у вас замечательная Порожать мне не надо Дорогой запомнил Вас подвезти? Выходите, надо поговорить А мы что, с вами знакомы? Я видел, как вы подвозили Анну А Анну Ну да Подвозил Анна Моя девушка А она об этом знает? Чего? Нет, нет, ничего Ничего, молодой человек Вам не стоит так сильно волноваться С Анной Да какой там музей Музей пришел, посмотрел и все Даже фотографировать нельзя Ну а тут своя Хотел бы в таком доме жить? Еще бы Рыбу каждое утро ходили ловить Красиво Красиво Детя Егор, а как ты думаешь Где лучше жить? В городе или за городом? Хорошо, там, где мы есть А мне кажется, на природе лучше Согласен Вот было бы здорово, если бы у тебя Такой дом, у такой реки был Мы бы с тобой на лодке плавали И ты бы меня на совсем-совсем к себе забрал А не только на выходные Ну ты плавать умеешь? Не, но ты бы меня научил Правда? Правда А где этот дом? Не знаю, брат Может, его вообще нет Художница придумала и нарисовала А художницу знаешь? Художницу знаю По мне, так она добрая Добрая Ух ты, а ты картину рассказал? Ну, да Да, добрая и красивая А дядя Егор дурачок телефон не взял А она не звонит Я смотрю, с сердечком ты договорилась Договорилась Смогла Только вот жаль Цветы не полила Ой Мам, ну какие цветы? Мы же их два дня назад поливали Так земля-то как камень Успокойся Сегодня обещал прийти Прошкин Починит нам насос И мы все тогда польем А ты иди лучше полежи Я тебе завтрак приготовлю Доктор что сказал? Нужно отлежаться Ты телефон-то забыла дома? Не забыла, а оставила Не хочу быть придатком телефона Имеет человек право на одиночество Ой, не дай бог, одиночество А тебе Инесса звонила Алло, Инессочка Венеминовна Да, это Аня Вы звонили? Хорошо, хорошо Просто Инесса Мам Мам Ты только не волнуйся Все хорошо Все очень хорошо Мамочка Собирайся мы ложимся на операцию Все мои картины проданы Мам Да ты что? Какие? Новые или старые? Все, мам Все Ну так не бывает Выходишь, что бывает Мама Что ты, милая моя? Спасибо Здравствуйте Аннушка Привет, голубь моя Что-то новенькое принесла Пейзаж Показывай Кофе хочешь? Нет, спасибо Молодец Умница Берете? Беру Точно кофе не хочешь? Нет А чай? Нет, ничего Спасибо Вон туда Считай Инесса, Венеминовна Я вам верю А деньги все-таки Пересчитай Нет, я не буду считать Тогда Распишись Вот здесь Пока есть спрос Надо больше работать Голубь моя Я понимаю Я просто маму Сейчас на операцию Надо было с клиникой договориться Ну, вы знаете Знаю, знаю А самый настоящий спрос Начнется тогда Когда клиент узнает Что твои работы Висят на почетном месте У Филонова Ну, что ты вытаращилась Купил он все Иначе откуда такие деньги Не больше десяти минут Я вас поняла, Игорь Павлович Анечка Если Ну, что-то Пойдет Не так Я тебе Запрещаю Долго страдать И плакать Прошу тебя Моим внукам Пожалуйста Обо мне Рассказывай Рассказывай Только веселые И интересные Истории Как будто я Жива Мам Ну, что ты Мам Ну, что ты Ну, что ты Мам Ну, вы как будто Прощаетесь Анна Юрьевна Не стоит Все будет хорошо Пойдемте Не утомляйте Мам Я тебя люблю Иси Иси Станислав Аркадьевич Здравствуйте Это Анна Здравствуйте Я к Станиславу Аркадьевич Проходите А я за вами собирался в салон заехать Здравствуйте Скажите честно Вы зачем купили все мои картины? А зачем обычно покупают картины? Такой способ за девушками ухаживать Ну Я купил ваши картины Потому что они мне понравились Картины Картины То есть я вам не нравлюсь? Нет, ну а чего же вы мне тоже очень понравились? Вы слишком много заплатили Это сдача Аня, Анна, 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 подождите Подождите Аня Если я вам неприятен, то можете со мной не общаться Но Вот возьмите, это ваш гонорар Совершенно честный Но если вы мне опять вернете деньги, я должен буду вам вернуть ваши работы А я бы очень этого не хотел Потому что они мне правда нравятся, Аня Анечка, ну что вы Простите Просто только события в последнее время, я не привыкла Я обычно разговариваю с мамой Или варю вишневое варенье В реке купаюсь, картины пишу Ну или Инесс А тут Извините Аня, Аня А Ну могу я вас пригласить На чашку кофе? Анечка Ну неужели за вами никто никогда не ухаживал? Как-то не до этого было Но у нас и молодежи-то нет Синька с молоком Синька? А Как бы вы отнеслись К серьезным отношениям? Серьезно Вы не будете приставать? Нет Только Вот Производить впечатление, как могу Ну и ухаживать А что у вас там, река? Река Я тебе покажу Пойдемте Вот кстати Здесь можно писать Тоже неплохие пейзажи Вы понимаете Вот Вот Если писать там Смогу То в принципе Правда Немножко заросла Я это знаю Тяжести не поднимать Вообще Никаких физических нагрузок Меньше стрессов Больше положительных эмоций И главное Покой 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 И все у вас будет хорошо Если Все будет хорошо Спасибо, доктор Не болейте больше Мы постараемся Да Всего доброго До свидания До свидания Не торопись Ты на такси? Транжиры? Меня друг подвез Здравствуйте Это я, ваш ночной гость Я была убеждена, что мы еще увидимся Я в этом не сомневался Спасибо Хорошо Спасибо Прекрасно выглядите Спасибо Спасибо Парень, тебе жить надоело, что ли? Я тебя предупреждал. Анна, моя девушка, понял? Она же тебя настолько старше. Это не важно, ты ее вон насколько старше и ничего. Зато я ее любить буду, как никто другой. Да? Ну а она как к этому относится? Она поймет. Потом. Ты от машины-то отойди. А то ведь задавлю. Сенька, с молоком. Какая же ты красавица. Просто сам себе завидую. А я сам себе завидую. Завидую. Ничего не могу с собой поймать. Так оно и есть. Ой. Не уйду. Ну дай еще полюбоваться. Осторожно. Ну что тебе? Ну что тебе? Ну дай полюбоваться. Смотри, телефон звонит. Да бог с ним пусть звонит. Да пусть звонит этот телефон. Ну что ты мне предлагаешь? Ну телефон для того, чтобы звонить. Это не мама. Я же знал, что это не мама. Я же вижу. Луся, давай. Ты отвези, а я переоденусь. Ну вдруг это было нормально. А счастье мое. Я нашел. Алло. Станислав Аркадьевич, жадность это порог, который многих довел до могилы. Заткнись, мразь. Ты ничего не получишь. Понял? Это не мама. Ни слов. А ты знаешь, что жених не должен видеть невесту в таком одеянии, да? Кто это сказал? Глупости. Кто сказал? Плохая примета. Я не верю в приметы. Я не верю в приметы. Ну что ты? Надо было маму попросить. Вот еще маму. Да. Ольга Ивановна только-только выписалась из больницы. Я не взял ловаться. Положительные эмоции ей на пользу. Тем более мама спала и видела меня невестой. Ну да, конечно. Я же знаю, что это твоя мама выбрала себе зятя. А не ты жениха? Ну поставь меня. Никогда. Никогда. Здрасте. А вы работаете здесь, да? Странный вопрос. Вы что, из полиции? Ну да, вы попали в точку. Я хозяйка этого салона. Мы о краже не сообщали. У нас все на месте. Что конкретно вас интересует? А я ищу работы одной художницы. Она рисует пейзажи. Река, поле. Ромашковое поле. Я поняла. Проданы картины. Как проданы все? Молодой человек, вообще-то сюда приносят картины, чтобы они продавались. А вы не могли бы дать мне ее телефон? Ее, кажется, Анна зовут. Понравилось? Ну, это мое личное дело. Ваше личное дело сегодня выходит замуж. За того, кто купил? Будете что-нибудь покупать? Нечего. ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Привет, соседка. Я Вероника. Привет. Я Аня. Не удивляйся. Я с заднего крыльца уже лет десять хожу. Наши благоверные пренебрегли забором в пользу дружбы. А ты художница? Да, вот. Рисую. Стас дома? Нет, он уехал. Прекрасно. Тогда у нас девичник будет. Надо же отметить знакомство и вашу свадьбу. Тащи фужеры. Да я вообще-то не пью. Что так, Аня? Стасик не позволяет? Нет, просто нельзя. Неужто уже ребеночка успели сделать? Ну тогда у нас целых три повода выпить. За знакомство, за вашу свадьбу и за маленького соседа. А у нас с Володькой все никак не получается. Ну ладно, тогда за тебя. Ловко это у вас, Станислав Аркадьевич, получается. Были холостой, Лиза была нужна. А как женился, так Лиза пошла вон, да? Дудки. Так просто это от меня не отделкаешься. Я подыщу тебе другое место, будешь получать еще больше. А меня не зарплата интересует. Или к зарплате и начальник прилагается? Слушай, я сказал, у тебя все будет в порядке, все будет, у тебя все будет. Шубы, шмотки, золотые цацки, все будет. Как ты вообще смел жениться, двоеженец? А что я, если бы был жена? А что нет? У меня двое детей. Лиза, Лиза, я тебе напоминаю, если ты забыла, у тебя есть муж. И этот человек не я. Отсутствие штампа в паспорте или его присутствие не освобождает тебя от ответственности передано. Нет, вот я и хочу, я и хочу, я и хочу о тебе позаботиться. Я тебе говорю, будешь получать еще больше. Я хочу, я просто мечтаю, чтобы эти бандиты растерли тебя в порошок. Кстати, они опять заходили, предлагали работу, тоже предлагали. И ты знаешь, я, наверное, соглашусь. Делай, что хочешь. Лиза, ну как тебя ведешь? Что ты меня устраиваешь? Что ты меня устраиваешь? Семейная, дорогая моя, ну муж, к мужу, к мужу, к мужу, к мужу, к мужу, в семью. Не надо сцен, успокойся. Ну я должна признаться, что я представляла около тебя другого мужчину. Какого? Даже не знаю, как сказать словами, ты и не выразишь. Ну вот, красивый, как ромашковое поле. Понимаешь? Здравствуйте. Здравствуйте, Валентин Петрович. Опять. Проходите. Ну как, нашли? Да нет еще, ищем, ищем. Ну как же так? Я же вам объясняла, он редкой породы. Васенька мой. Ему никак нельзя на улице, он может простудиться. Я понимаю. За котом надо следить и дверь закрывать. Так я на минуточку только вышла к соседке, Васенька и выбежал. Я вот фотографию принесла его, у внучки взяла. Вот мой, Васенька. Симпатичный. Фотографии это хорошо. Значит так, Валентин Петрович, вы ни о чем не переживайте. Спокойненько идите домой. Как только какая-то информация будет, я вам сообщу лично. Хорошо? Вот спасибо. Дай Бог вам здоровья. Спасибо. До свидания. До свидания. До свидания. И какой чудак на букву М у нее заявку принял? Да я и принял. Добрее надо быть. Они же к тебе как к участковому бегают. Ты же опер. Ну а что поделать? Привыкли? Да пошли ты ее с этим дурацким котом, а? Ты тоже состаришься и дай Бог, будешь кому-нибудь нужен, кроме кота. Ладно, все это лирика. Не в службу, а в дружбу. Вот ты эту фотографию отсканируй, отдай участковым, вдруг найдут этого зверя. Сделаю, а сам ты что? А я к Егорке. Пока. Пока. Что тебе надо? Ну и чем порадуете? А я тебе говорю, что все наши дела закончились. Ты не понял? Точка. А потом поговорим. Все. Черт. Олег, партнер на контакт не идет, так что отношения будем прерывать. Да. Ставим точку. Ты правильно понял. Действуй. Алло, Костян, ты запрягай двух байкера с помощником. Возьми потолковь и пацана. У нас же такое маленькое существо. Уже видны ручки, ножки. Даже пальчики. Даже пальчики. Мальчик. Сынок. Представляешь, я на экране увидела, как он большой палец ссал. Тогда дурные привычки закладываются. Ничего. Будем отучать. Ух, суровый какой папа. Ты знаешь, а мне кажется, мне кажется, что я вот только-только начал жить. Я чувствую, как дышу, как кровь горлит. Будешь смеяться. Мне иногда кажется, что я даже расту. Вместе с ним? Ага. Вместе с ним. Вместе с ним. Вместе с ним. Это тебе. Потрясающий. Старинный? Угу. Не просто игрушка. Это залог нашей будущей безбедной жизни. Я надену. Надень. Спасибо. Ну что мы так и будем стоять? Ладно. Поехали? В эфире экстренные новости. Сегодня днем выстрелом в голову был убит известный предприниматель Станислав Филонов. Его жена доставлена в реанимацию в бессознательном состоянии. К сожалению, ребенка спасти не удалось. А женщина жить будет. Ключ был при нем. Вы ячейку-то открыли? Срочно вези все сюда. Да. Давай. Асенц не сошелся. Предпринимательская деятельность тоже не очень. Что так? Ай, одновременно потеряла и выгодного клиента, и талантливую художницу. Да ты что. Они, наверное, обручились и уехали на острова. В том-то и дело, что и обручились, и даже поженились. Только после свадьбы он улетел на небеса, а она в глубокую депрессию. Слава богу, жива. Ты про Филонова, что ли? Про него. Угу. Получается, примитивная художница теперь богатая вдовушка. Она, конечно, простая, но она не примитивная. Да, голубь моя. И художница талантливая. Да, да я помню. Просто ее мир – это домик у реки, и все, что за его пределами – опасный джунгль. Очень трогательно. Может, она зря вышла-то из домика, а то, видишь, сразу хищники набросились, мужа. Типичная жертва твоя, Аня, я сразу это увидел. Рудик, я уже не понимаю, с кем я разговариваю, голубь моя. Сэнштейн. Надо подумать, как поддержать девочку, как ей помочь. Еще мама с непонятным диагнозом. А с мамой что? То ли инсульт, то ли сердце. Денег нет. Подожди, почему нет денег? У Филонова завещание должно быть вот такой толщины. Только оказалось, что Филонов продал бизнес до смерти. И вложил все деньги в акции. Где эти акции, никто не знает. Но он оставил ей особняк, и все. Особняк его на Новой Риге, я знаю. Даже при быстрой продаже он миллионов за 15 легко уходит. Так что примитивная художница совсем не бедная. Тебе виднее. Это точно. Так кофе тебе налить или нет? Конечно, налей. Ты же хочешь, чтобы я умер прямо на твоем диване от давления. Ну и что это? Коробка какая-то. Да я вижу, что коробка. Ты открыть ее можешь? Там кнопочки, экранчик. Код нужен или пароль. Но я бы на вашем месте и не трогал. Ладно, значит так. Ты вызови этого забыл. Как я, господи. Ну, который у нас охранную систему в офисе делал. Ой, никогда я не любил твою Аню. Никогда. И Филонов тот еще гусь. Знаешь, он секретарше своей ребенка сделал, потом пинь, пинком под зад, без надежды на будущее. Рудик, ты знаешь, как я не люблю сплетни? Это не сплетни. Ее родной брат оказывает мне периодические услуги. Творческого характера, скажем так. Ну и... Так вот, этой секретарши жила себе девочка. Жила, как все люди, нормально старалась. Мужа завела. Уважать его пыталась. Родила ему там что-нибудь. А тут появляется Филонов. А-а-а! Три года. И из простушки делает законченную стерву. А потом появляется Аня. И девочка вылетает на улицу. И если она похожа на своего брата, то там все понятно. Есть большая разница между ней и братом. Лео неприятный, но он добрый парень. А она влюбленная дура, но злая. Голубь моя. Да. Кофе пей. Кофе пью. Ну, и что это? Это изотермический кэшбокс для хранения особо ценных документов. Американский. И как его открыть? Код нужно знать. Ну, пароль. Ну, ты подобрать можешь? Тут есть один нюансик. Это что еще за нюансик? У этой модели есть секретка против взлома. Внутри встроен перезаряд. Если вести неправильный пароль, то содержимое этой ячейки превращается в пепел. А может быть, еще и внешний заряд есть. Недавно один палестинский посол в Чехии на таком кэшбоксе подорвался. Неправильный пароль ввел, бах, и насмерть. А я предупреждал. Ну, ладно. Ступай, раз ничего не можешь. До свидания. Отсукин сын, а, Филонов, подстраховался. Ну, ничего-ничего, будем искать. Костя, значит так. Вы вдвоем осторожно, но очень тщательно обыщите квартиру Филоновой и офис. Нужно искать код или пароль. Только, чтобы без косяков. Ты Филонова помнишь? Которого? Ну, не художника же. Начальника твоей сестры. Козла этого? Как же забыть? Лев, козлы, ослы. Ну, сколько можно? Убили Филонова. Опа. Жена осталась. Молодая. Фиалка из деревни. На термортике рисует. Ну, что Акин, что вижу, то пою. И что? А то, что у него еще особняк остался. Потрясающий. Будь моя воля, я бы его хоть завтра Лимонов за семь-восемь купил. Блеск. Что блеск? Я просто так рассказываю. Да я все понял, понял. Лимон съешь? Ой. Зачем ты мне сказал его съесть? Слушай, да откуда она встретила, в каком лесу этого Филонова? У Инессы познакомились. Инесса же нас благоволит к разным молодым, талантливым, неимущим. А ты все у нее пасешься. Это твои козлы и ослы пасутся, а я захаживаю. Потому что Инесса порядочный человек. С достойным мужем, достойной жизнью. И вообще мне интересно с ней. Но это не твоего ума дело. Хорошо, хорошо. Слушай, скажи, а где бывает эта вдова Филонова? Как ее зовут? Анна. 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 А ты хоть Вронским станешь только. Только без поездов, потому что человек должен быть живым и по возможности... здоровым. Молодец, бей. Но за семь-восемь миллионов, Рудольф. Бей, говорю. Анна Юрьевна, ограду завтра привезут, а памятник уже на будущий год будем ставить. Когда земля сядет. Извините. Давайте не сейчас. Потом. Я тогда попозже подъеду. примите мои самые искренние соболезнования. К сожалению, мне тоже известно, что такое потерять близкого человека. Простите, если бы я беспокоил. Просто я хотел посоветоваться по поводу ограды. Вы сказали, тоже потеряли близкого? Да. Увы, супруга. Это случилось год назад. Как пишут в протоколах ДТП со смертельным исходом. Простите. Нет, это вы, простите меня. Пристал к чужому человеку. Просто, знаете, как-то поговорить захотелось. Она была у меня художницей. И всегда говорила, что искусство есть лучшее средство от душевной боли. Я тоже художница. Вы художница? Неужели, слушайте, просто изумительно. Случайностей не бывает. Я просто никогда не теряла близких людей. И мой муж очень заботился обо мне, помогал и с мамой. Мне его очень жаль. Теперь я боюсь, что маму потеряю. Господи, что я говорю. Что вы, я вас понимаю. Очень хорошо понимаю. Вы знаете, я теперь не могу смотреть на его фотографии. Мне кажется, что там совершенно чужой человек. Знаете, поначалу очень тяжело. Потом как-то привыкаешь. Избегайте одиночества. Вы такая уставшая. Знаете, здесь неподалеку есть прекрасная кофейня с великолепным Мокко. Я часто туда захожу после кладбища. Так сказать, это уже ритуал. Контраст черное-белое. Разрешите вас пригласить на чашечку кофе. Нехорошо быть человеку одному. Так сказано в Библии. Ну, впрочем, если вы мне откажете, я не буду сопротивляться. Давайте пойдем. Вас как зовут? Лев, как Толстого. Анна. Как Каренина. Но все меня называют Лео. Если честно, я очень рада, что вы со мной заговорили. Мне тоже очень приятно. Доктор говорит, что это нарушение мозгового кровообращения. Сейчас она в коме, в искусственной. Все жизненные процессы замедлены, но если она проснется, может произойти кровоизлияние. Лео, вы меня извините, ради бога, что я на вас все это вываливаю. Нет, ну что вы. Я же ведь по первой специальности психолог. И, кстати, у моей бабушки была подобная болезнь. Но мы с ней очень легко справились. Вы серьезно? Конечно. Сейчас существует новая методика, где употребляются препараты, которые попадают в плазму, одновременно укрепляя стенки сосудов. Это очень эффективно. А, единственный, конечно, минус – стоимость курса. И сколько это может стоить? Скажите, ваш муж был состоятельным человеком? Юрист говорит, что Станислав все деньги вложил в какие-то акции, а где они – никто не знает. Господи, что я говорю? Все это так неуместно. Анечка, может быть, это прозвучит слишком цинично, но живым уместно думать о живых. Вашему мужу уже ничем не поможешь, а маме можно помочь. Может быть, у него осталось какое-то имущество? У нас с мамой есть домик в деревне. Правда, я не знаю, сколько это может стоить. Слушайте, но ведь так вот… Это потрясающе! Недаром Анатоль Франц сказал, случай – это псевдоним Бога, когда он не хочет подписываться под собственным именем. Я вам говорил, что я по первой специальности психолог? Да. Это в прошлом. Последние пять лет я занимаюсь риэлторским бизнесом. Могу вам сказать, весьма успешно. То есть вы знаете, как дома продавать? Конечно, это же моя работа. Это даже проще, чем вы думаете. Ой, приперлась коза окрашенная. Здрасте. Здрасте, давно не виделись. Она мне сказала, что тебе до меня дела нет, а я ее другом считала. Во-первых, ты с дамой не умеешь разговаривать. Во-вторых, она совсем не накрашенная, а во-третьих, глупостей больше говорить не будет, правильно? Не буду. Так, лучше? Лучше. А можно вас? А сколько стоит? Второ рублей. Это чтобы не выделять. Держи. Не выделять? А ты что, отбилок скрываешься? Ну, просто чтобы не выделяться с толпой. Нет. Пора нежу тогда одень, чтобы одни глаза оторщали. Да пошел ты, мелочь. Так, от кого ты прячешься? А? Ну-ка, иди сюда. Рассказывай, по порядку. Чувствовь с толпой. Дядя Егор, понимаешь, я хочу тебе помогать. А сколько стоит эта, белая лошадь? Сто рублей. Преступники не знают, что ты не один. А? И если они на тебя нападут... А можно мне коня? Сколько стоит? Сто рублей. Спасибо. А если они на тебя нападут, то я подбегу и мавашей раз. Чем? Маваши, ну это прием такой из рукопашного боя. Какая маваша, какие преступники? Ты бы училась лучше. Что? А можно вот на... А можно еще зебру? Еще зебру? Почем? Да, ну что... Стопся. На. Значит, никаких преступников, никаких мавашей. Можно еще зебру? Учителя жалуются, что ты на учебу забила. Ой, да пошла эта школа. Я лучше буду в уголовном розыске работать, тебе помогать. Ты скорее дворником будешь работать. В полицию без образования не берут. Ну а если пока я буду учиться, тебя убьют? Что я тогда буду делать? Ты мой защитник. Должен меня защищать. Значит так. Хочешь изменить свою жизнь? Учись. И будешь бухгалтером, учителем, следователем, кем хочешь. И нашим другом будь. Моим и Егорке. Легко сказать. Да не слушай ты ее. Она еще глупая. Ну как ее не слушай. Сходит за мной как хвостик с этой мавашей... Мам... мамашей своей. Зачем такие люди детей заводят? Не понимаю. Зачем такие, как ты, не заводят? Потому что жену найти, это не в зоопарк сходить. Ну да. Нет, Абезянка ознакомится. Давайте поздороваться. Абезянка. Здрасте. Антошка у нас, держи. Фотографируете, да? Да, давайте сфоткаем. 200 рублей через 15 минут. Мы печатаем фотку. Отличного качества. Держите. А за фоткой сюда подходить? Да, сюда придете, я вам отдам фоточку. Ну давай, снимай. Улыбочка ваша. Молодцы. Ура, Антошка. Улыбайся. Ай, хулиганка какая. Вот, ты смотри. Все, через 15 минут подходите. Фотику сделаем. Пока. Пока. Осторожно. А поехали картины смотреть. Какие? Ну это, мы сходили с тобой в музей. Как? Там можно еще картины покупать, как в магазине. Ты помнишь? Конечно. Мы сейчас фотографии заберем и поедем. Состояние стабильное. Давление, пульс, все в пределах нормы. Но это пока, вы понимаете. Еще чуть-чуть и начнутся проблемы с физиологией. Пролежние, нарушения в работе легких. Доктор, скажите, а сколько у нас есть времени? Неделя. Максимум дней 10. А потом нужно или начинать терапию, или... Понимаю. Я дома продаю. Уже оформляю все документы. Так что деньги будут. Поторопитесь, пожалуйста. Я тороплюсь. Я очень тороплюсь. Скажите, я могу немного с ней посидеть? Только недолго. Спасибо. Мамочка, столько у нас всего произошло. Мне даже поделиться не с кем. Кроме тебя. Я дома продаю. Но ты не волнуйся. У нас особняк остается. Тебе там понравится. Это главное, выздоравливай. Выздоравливай его обязательно. Да кому теперь нужны эти пейзажи? Один Станислав их покупал. Что ж ты такое говоришь-то? Виктор интересовался. Люди заходят, спрашивают. Голубь моя, ты не должна прекращать писать картины. Здравствуйте. Еще один поклонник таланта. Здравствуйте. А мы хотели картины посмотреть. Может, выберем чего? Мы быстро. Можно? Смотрите. Спасибо. Интересовался твоими картинами. Здрасте. А я как раз думал, зайду и вас увижу. Вот сбылось. Ну, здравствуйте. Первый встречный. Ну, почему вы меня так называете? Не первый раз. Ну, я потом как-нибудь расскажу. Ладно. Это Егор. Егор, поздоровайся. Здравствуйте. Привет. А можно здесь посмотреть? Посмотреть, только руками не трогай. Мы с Аннушкой как раз обсуждали ее творчество. Вы же, кажется, хотели пейзаж купить. Да, конечно. Очень хотел. Это ее? Да. Осталось только в рамки вставить. Это старая. Я больше не пишу. Инессочка Вениаминовна, мне пора. Я пойду. До свидания. А может, я вас провожу? Или у вас муж очень ревнивый? Нет. Что нет? Мужа нет. Татьяна, а вы долго рисовать учились? Долго, мальчик. Я не мальчик, я Егор. Ну, ладно, решено. Мы вас проводим. До свидания. До свидания. Молодец. Решился, а то все пейзаж, пейзаж. Анна, простите за бестактный вопрос. Что у вас все-таки произошло? Лучше не спрашивать. Хотя бы... Мужа убили, мама в коме, а я ребенка потеряла. Только ничего не говорите, ладно? Не обижайтесь. Вы знаете, спасибо вам за прогулку. Я пойду. До свидания. Простите меня за вопрос. Да. Вы не будете возражать, если я вам позвоню? Буду. До свидания, тетя Аня. Что-то какая-то она грустная. Да. Есть причина. Мамочки. Да, щеголяк. Мы там все перешмонали. Да тихо ты. Да, шеф, ничего не нашли. Ну что ж. Пожалуй, пришло время пообщаться с госпожой Филоновой. Не может быть, чтобы она ничего не знала об этих акциях. А если она откажется с нами говорить? Пушом тебе учить. Сделать так, чтобы не отказалась, захотела. Пощупаем? Я тебе дам. Пощупаем. Ты должен быть культурно, интеллигентно, как в Европе, а? Отвезите ее за город. Покажите могилку, в которую она ляжет, если будет упрямиться. Женщины, наверное, существа. Слабые, нервные. В общем, действуйте. Мне нужен результат. И как можно скорее. Да. Если биржевые индексы упадут до того, как вы добудете этот самый пароль, я вам эти акции вобью в глотки. Обоим. Молотком. Ясно? Ясно. Ну, че стоим-то? Действуйте, действуйте. Тук-тук. А почему все открыто? Что за генеральная уборка? Слушай, тебя... Банально обокрали. Или, как говорят, маргиналы, обнесли. Ты уже смотрела, что взяли? Может, деньги, драгоценности? Пока еще не понимаю. А почему все это? Это как-то ясно. Может, эти акции проклятые искали. Ты уверена, что их здесь нет? Я не знаю. Ну, судя по тщательности поиска, они все нашли. Вероника, соседка. В полицию уже звонила? Я кофе готовила. Не надо никуда звонить. Вы кофе-то будете? Нет, лучше что-нибудь покрепче. Слушай, это все как-то... Давай, может, все-таки в полицию позвоним, а? Эл, пожалуйста, не надо никуда звонить. Не надо искать тех, кто здесь был. Вдруг это они Станислава убили. Найти не найдут, а все перебаламутят, еще меня убьют. А мне маму спасать надо. Ты, кстати, у нотариуса был? Да, да. На, посмотри. Шаблон договора на продажу дома. На, посмотри. Давай ты сам, я тебе верю. А я никому не верю. А я вам ничего не предлагаю. Вы бы лучше убраться помогли. Ну, вообще-то я подруга, а не домработница. Тем более. Анечка, да ты должна посмотреть договор. Ну, ты же не мешок картошки продаешь. Пардон, Муа. Посмотри, если тебя все устраивает, завтра же пойдем в нотариальную контору. И официально все оформим. Добрый день, Анна. Здравствуйте. Как дела ваши? Все хорошо. Вы что, следите за мной? Ну, вы же под негласным наблюдением полиции. Не знали? Я же еще у меня ванное отделение здесь. А вот, кстати, полиция могла бы обратить внимание на то преступление, которое вчера произошло в особняке у Анны Юрьевны. Простите, не имею чести. А, Киврин, Лев Сергеевич, риэлтор. А вы? Очень приятно. Я? Я просто Егор. Так вы действительно из полиции? Да нет, всю ночь руками рисовал. Так что там с преступлением? Да. Егор, вы извините, мы просто спешим. До свидания. Я же говорила, не с новой полиции. Мне показалось, что это твой друг. Показалось. Все, Лев Сергеевич, знакомьтесь. Анюта, прочти и подпиши. Все. Госпожа Филонова, все формальности улажены. Отныне господин Киврин может совершать сделки с недвижимостью от вашего имени. Кстати, Моншер, у меня уже есть отличное предложение. Человек дает хорошую цену за твой домик в деревне. Завтра у меня с ним встреча. Думаю, со сделкой тянуть не будем. Послезавтра все закончим. Как? Послезавтра так быстро, но мне вещи надо собрать. Увы, я даже тебе не смогу ничем помочь. Нужно подготовить документы, сделать выписку из земельного кадастра. Но зато, пока мы заключаем сделку, у тебя есть возможность насладиться твоим домиком. Да, конечно. Да, конечно, просто, не знаю, как-то это все внезапно... Ты, главное, не забывай, что чем раньше мы начнем лечение, тем есть вероятность, что твоя мама быстрее поправится. Спасибо. Лев Сергеевич, доверенность. Спасибо. До свидания. Спасибо. Кстати, после сделки мне надо будет сразу лететь к клиенту за рубеж. Там тоже срочная сделка. Конечно. Но ты не переживай. Я, как будет нужно, пришлю своего водителя с машины, он тебе поможет перевезти вещи. Спасибо еще раз. Мне даже будет вас не хватать. Пойдем отметим прекрасное начинание. Дмитрий Константинович, а что там по убийству? Филонова слышно? Ага. Вообще никаких зацеп. Ясно. А вы мне его адресочек не дадите? Да диктуйте, я запомню. Ага. Спасибо. Ирине привет большое. До свидания. Ничего себе. Вы? А как вы узнали, где я живу? Ну, я вообще-то в полиции работаю. А, ну да. Простите, что без приглашения у вас все нараспашку. А что случилось? Да вот, добрые люди помогли перевернуть весь дом вверх дном. А полицию вызывали? Вы знаете, мне не хотелось бы придавать огласки. Дело в том, что я дом продаю. И если потенциальный покупатель узнает, что меня ограбили, то это может повлиять на сделку. Они решат, что я завершаю цену, чтобы компенсировать украденную. А почему продаете? Нестабильное финансовое положение, срочить нужны деньги. Ясно. Что пропало? Да вроде ничего, но даже если и пропало, мне об этом неизвестно. А вы что-то хотели? Да, вас увидите. Увидели? Все? Зря вы так. Зря, не зря. Я по-другому не умею. Новая работа? Этот холст уже месяц стоит. Я больше не пишу. Зря. Мне ваши картины очень нравились. Ну да, похоже, не только картины. Зря вы так. Да что вы завладили, зря да зря. Как попугай. Я сама знаю, что зря, а что нет. Извините. Женатый мужчина, да еще с детьми не мой вариант. Первую встречу ты. А, видели? Вот как надо, блин. Давай, нашел. Здорово, принц. Ну что, все на мази? Слушай меня. Наша художница уехала в деревню вещички собирать. Сделку по особняку мы уже провели. Теперь ищу покупателя. Ваши коктейли. Там все легально. По доверенности я имею право на сделки с любой недвижимостью, принадлежащей мадам Филоновой. Она об этом ничего не знает. Думает, что продает домик. Я пообещал ей пригнать человека, который поможет вещи собрать. Все погрузишь, и по дороге... Только так, чтобы выглядело, как несчастный случай. Понял? Там по дороге есть место, где обрыв. Заблокируешь двери с ее стороны, сам выпрыгнешь и... Машину не жалей. Эта рухлядь оформлена на липовый паспорт. Потом новую купишь. Понял? Понятно. Ну, а что с деньгами? Десять процентов. Ну, пойми, но десять процентов – это мало. Я все-таки на мокруху иду, и тем более до этого еще такого у нас не было. Раньше надо было думать, и так деньги немалые. Слушай меня дальше. Завтра я уезжаю на несколько недель. Ты как только все это сделаешь, тоже скройся. Я сам тебя найду. По возвращении как раз и проведем расчет. Понял? Да понял, понял. Ладно, все понятно. Давай пять на фарт. Обойдемся без китайских церемоний. Смотри, не подавись своими женскими коктейлями. Голуба моя. Это особенный чай. Это любимый чай моего мужа. Он ничего не ест, только пьет этот чай и лепит, и лепит, и лепит. Не лепит, а шедевры ваяют. Анечка, муж Инессы лучший, лучший гончар в нашей стране. А я и не знала. Мне бы хотелось его увидеть и работу тоже. Мне бы тоже хотелось видеть его почаще. Мы так редко встречаемся. Он вечно в своей мастерской, а я в салоне. Ты начала писать? Ну, писать это громко сказанное. Просто вчера ко мне пришел один человек. Я его обидела, а потом мне вдруг захотелось сделать набросок его лица. И я даже хочу написать его портрет. Хотя портреты пишу очень редко. Ну, один человек, это уже интересно. Может, поделишься секретом, кто он? Я надеюсь, не Лео? Нет, конечно, нет. Это Егор, вы должны его помнить, он как-то заходил сюда с сыном. Да, я, конечно, помню. А это действительно его сын? Ну, а кто же? Здравствуйте. Здравствуйте. А, ну, Юрьевну можно увидеть? Нет. Почему? Так не живет она здесь больше. Особняк продала. Как продала? Как все, за деньги. А куда переехала? Не знаю, в деревню. Извини, мужик, мне никогда. Привет. Привет. Уезжаешь? Уезжаю. Навсегда? Как получится. А мама-то как? Плохо, Сеня. Помочь чем? Да я уже все собрала. Да давай я это, сумки вытащу. Давай, спасибо. Опа. Мужчина, а вы кто? А ты? Здравствуйте, хозяйка. Я от Льва Сергеевича за вами. Здравствуйте. Давай, Вич. Ань, я молоко забыл, на крылечке сейчас принесу. Сенька, да брось ты. Что? Хахаль? Не ваше дело. Пока. 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 Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры подогнал «Симон»